Статистические исследования показали, большинство медицинских услуг во всем мире сейчас направлено на борьбу с COVID-19, а вот о пациентах с постковидным синдромом почти все забыли. Ребилитационных центров в большинстве стран по сути еще не существует. Исключением может послужить Италия, где создали многопрофильную медицинскую службу под названием «Дневной стационар после COVID-19». Почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов инициировал создание похожего медучреждения. Центра противодействия коронавирусной болезни, где жители Одессы и области еще с марта 2020 проводили бесплатное тестирование на наличие китайского вируса в организме. В декабре комплекс услуг стал шире. Был открыт COVID-19 стационар на 40 мест. Чтобы предоставить людям комплексное лечение, врачи данного центра теперь сопровождают больных и в период восстановления. Инициатива почетного гражданина города Одессы нашего президента Сергея Васильевича Кивалова реализовалась в комплексный медицинский проект по лечению и сопровождению всех пациентов, которые страдают от коронавирусной инфекции. Это и диагностика, это и амбулаторное лечение, это стационарное лечение, где мы сегодня находимся, и это, безусловно, реабилитация. Мы, наверное, единственные в городе Одессе, которые можем обеспечить сегодня комплексное сопровождение наших пациентов. К сожалению, в больницах города, учитывая, наверное, заболеваемость, учитывая необходимость класть более тяжелых пациентов в стационары, мы сегодня видим пациентов, которые переболели коронавирусной болезнью и дальше никак не ведутся. Восстановление после болезни нужно начинать как можно раньше. Даже когда пациент находится еще на больничной койке и нуждается в кислородном концентраторе, рассказывает Вячеслав Полясный. Реабилитация после коронавируса необходима каждому, вне зависимости от степени тяжести заболевания. Порядка 10% выздоровеющих людей нуждаются в очень интенсивном восстановительном лечении. Вообще, любой пациент, который у нас перенес коронавирусную инфекцию, это вообще мировая уже такая практика, в течение 30 дней должен проходить восстановительное лечение. Для этого нужен определенный комплекс лечебной физкультуры, реабилитации, работы специалистов различных специальностей. В комплекс реабилитации входят дыхательные упражнения, лечебная физкультура, занятия с пациентом индивидуальные в кровати. Глубокое дыхание восстанавливает функцию легких с помощью диафрагмы. Также помогает нервной системе расслабиться и восстановиться. Такие упражнения разбиты на фазы. По рекомендациям врача постепенно нужно увеличивать количество повторений. Некоторые советуют использовать гимнастику Стрельниковой. По Стрельниковой наилучше всего восстанавливается пациент после ковидной пневмонии, так как нам нужно разработать мускулатуру грудной клетки и дополнительные мышцы, которые участвуют в акте дыхания. После дыхательной гимнастики пациент может посетить спортзал, где врачи стационара помогут подобрать необходимый комплекс упражнений. Такая физкультура необходима для того, чтобы больной не потерял свою физическую форму за время, проведенное в больнице. На территории нашего ковидного центра находится спортивно-оздоровительный комплекс, в котором наши пациенты после лечения, после их полного выздоровления могут восстановиться и физически. Для многих пациентов ковид, как у нас сейчас в нашем мире, в наше время принято считать, это сложная процедура выздоровления. И мы пытаемся нашим пациентам в этом помочь, чтобы они максимально быстро восстановились. Уже известно, что у людей, страдающих хроническими заболеваниями легких сердца, почек и крови, ковид протекает тяжелее и зачастую проходит с осложнениями – воспаление сердечных мышц, инсульты и инфаркты. Поэтому после негативного теста не стоит торопиться выходить на работу. Для начала нужно проконсультироваться с профильными специалистами. Очень правильно, очень разумно и очень своевременно обратить на профилактику эндотелиальной дисфункции, то есть сосудистой недостаточности, недостаточности внутренней выстилки сосудов. Есть ряд препаратов, которые я как кардиолог советую не назначать себе самостоятельно, не заниматься самолечением. Обязательно обратиться к доктору. Врачи-физиотерапевты дополняют коллег. В основе постковидной реабилитации лежат физиопроцедуры, которые повышают физическую активность больного. Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, они нуждаются в реабилитации. И в основе этой реабилитации, конечно, лежат все физиопроцедуры. Это электрофорезы, это УВЧ-терапия, это больная терапия. Под наблюдением врачей и тренеров по плаванию пациенты стационара могут посещать также бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе Международной академической школы, чтобы быстрее восстановить дыхательную функцию легких и укрепить мышечную массу. Тренеры по плаванию рассказывают, в воде нагрузка на все группы мышц идет постепенно, что дает возможность максимально быстро вернуться к нормальной жизни. В этом уникальном спортивно-оздоровительном комплексе Международной академической школы в этом бассейне проходит реабилитацию пациентов, которые перенесли коронавирусную болезнь. Это очень важно, потому что в условиях водных процедур, в условиях аквариабилитации есть возможность максимально быстро восстановить функцию дыхания легких с одной стороны, и с другой стороны, укрепить мышечный каркас верхнего ключевого пояса. Плавание нам дает работу всех групп мышц, потому что в воде масса тела составляет 10% нагрузки, соответственно, нагрузка идет постепенно. И это дает возможность укреплению постепенно мышечной массы, мышечных волокон. Люди, которые перенесли ковид, они ослаблены, иммунитет ослаблен, ослаблены легкие и диафрагмы. Соответственно, в первую очередь мы укрепляем мышцы грудной полости, грудной клетки. Массовая вакцинация может дать миру надежду на возвращение к доковидной жизни с открытыми границами, свободными перемещениями и без карантинных ограничений. В Украине в первую очередь вакцинация от коронавируса необходима почти 21 миллиону граждан. С другой стороны, коронавирусная инфекция никуда не уходит, и она становится немножко другой. Согласно данным зарубежным, увеличивается количество тяжелых случаев, увеличивается количество случаев в том числе среди людей более молодого возраста. И поэтому вакцинация населения, прежде всего трудоспособного населения нашей страны, от этого будет зависеть не только биологическая безопасность нашей страны, но и в целом экономическая безопасность нашей страны. После болезни необходимо своему организму дать время на восстановление, но ни в коем случае не заниматься самореабилитацией. Лучше обратиться к профильным специалистам клиники Международного гуманитарного университета, которые разработают для вас индивидуальные рецепты восстановления и физической нагрузки.